друзья всем привет суббота супер просто 23 марта вспоминается только только это у нас май так сейчас я вам покажу лужу детства через которую я ходил в школу я уже и когда-то показывал но тут у нас весело и вы поймете уровень дождя то есть люки канализационные плавают я только что видел заскочил на работу человеку два колеса ждал он довольно долго пока я собрался и доехал смотрите какой класс вообще просто не надо даже ехать далеко то есть уровень дождя я думаю вы понимаете какой щас и какой будет сегодня оффроуд ведь я уже на базе сейчас мы так сейчас мы едем направо в детстве была лужа не здесь она была вот здесь лужа вон где маршрутка едет в общем она начиналась где-то в этом месте вот где хендай разворачивается она конечно не такая как была в детстве хотя детстве все казалось больше никогда еще круче дождь это лужа вот стой по которой первое ехал соединяется ну а тут был старый дом такой двухэтажный забором кирпичным и мы по забору ходили в школу вот школа моя впереди он смотрите же видите канализация не выдерживает так что вот такая погода а тут была волейбольная площадочка дедом стоит мы футбол играли быстро время идет вот и школа так значит сейчас мы долетаем до базы тут буквально буквально близко что хочу рассказать но будут сегодня а 63 наверное хотя точно не знаю какая будет у ребят у них ассортимент автомобилей огромный может будет 63 может болотоходы возьмут может еще что-то или просто тойоты будет бородач на у немоги витя на оазе на бтр овских на максах я на мега оазе ну стандартная наша ну и там еще кто приедет кто приедет кто бы не приехал я думаю всем понравится сегодня конечно хотелось бы чтоб дождь немножко прекратился хотя бы через какое-то время потому что я говорю что я только что брал один зонт лежал бы едва и взял вот два зонта один черновцов беленький спасибо подписчикам так я ему не отдал но я думаю еще увидимся верну рфс обещали что будет через неделю не ну не знаю будет не будет пока точно нету информации предварительное есть что должно быть позвонили мне сказали в общем пока взял зонты и компрессор в гранде спина слышу начала намокать то есть буквально этом находился на улице какие-то какую-то минуту грубо говоря гулять и поливает не не отпускает это тропики так улица бориспольская да у дудетстве помню маленький еду на велосипеде вот где-то в этом месте примерно да вот где-то здесь примерно и этот милиционер на копейке вашу там в клепал короче тормозил такое оттормаживание уже не помню вот прошло очень много лет кто-то или выехал или что короче как-то он оттормаживался и вклипал бампером но не сильно а мы дети на велосипедах ехали катались тут это уже такое путешествие я жил километра три отсюда наверное четыре три где-то отсюда примерно и такое уже это расстояние каком-то не помню там какой-то второй третий класс возраст то есть уже тогда казалось это таким приличным путешествием арим база арим база это вот где мы сейчас уже почти приехали танковый завод справа дом построили на территории кстати так уже звонит витя видите уровень этих луж в общем казалось уже таким дальним путешествием для ребенка вот этот заводик есть там отреставрированная т-34 мне говорили может когда-то получится я вот это еду по танковой на днях катались еду и думаю договориться конечно с ней прокатиться отреставрирована вылезана ну в кино снимают полностью посмотрите лужи это так жестко вообще это мы еще представляете что сейчас на танковой блин он асфальт аж провалился ёлки-палки свеже сделаны вымыло две трещины ну сейчас уже почти я приехал сейчас покажу вам мега уаз друзья тут настоящая жесть просто чекать сейчас я включил вам показать это просто посмотрите что на территории тут что творится просто тут канализации явно нету она тут вряд ли помогла вообще на самом деле вазе ёханы бабай вазе дворник ну девяточка понятно вишневая в тюнинге с диодными фонариками вазе дворник один правда только но главное он есть так что-то у меня зарядочка мигает а тут просто море просто море ё-моё в общем погода с нами так а вот и легендарные автомобили сейчас мы быстро перед перегружаемся и стартуем видите уже готов на старте сейчас мы быстро качаем колеса перекладываем вещи и полетели качаем быстро колеса и стартуем так друзья пока я накачал колеса в общем весь мокрый едя за тобой туда и давай весь мокрый сейчас еще подливаем быстро по елке стоп забыл закрыть мечту так вот мы и поехали это пенек упал в багажнике я его решил взять с собой может костер соберемся сделать тут можно будет из сухих дров осуществить этот план это база такая апокалипсиса просто я думаю по бывшему советскому союзу много таких не радует эффект шимми возникает кто не знает забейте в интернете это когда в резонанс колеса ходят это из-за угла наклона оси стойки если не вертикально завален сейчас заправляемся и полетели хотели проехать по одному маршруту он тут поезд состав перегородил он дорогу нам надо разворачиваться супер кадры оффроуд по территории блин вторая передача смотрите какая тут жизнь это вообще огонь а вот в эту вот в этой воронку я нырнул на диване вот здесь наверно не вот здесь наверно где-то короче здесь на этой машине а вот здесь наверно на зеленой мечте я нырнул о да здесь это просто круто был так ну раз едем объезжаем бензоколонки немножко долго хотел инструмент взять на работе у меня небольшой чемодан есть заезжал только что он не успел смысле забыл так друзья телефон мокрый еле включил чтоб запись шла это просто жесть пока заправились пока стартанули полностью мокрые практически дождь видите не меньше не становится то есть на том же уровне валит все нам теперь тут проехать 15 где-то в районе 15 километров до места сбора плюс минус там может чуть больше и все ребята уже на месте погода немножко коррективы внесла еду пока на второй потихоньку у меня длинная передачи скоростной вариант получается вот когда повышенные обе включены за счет больших колес скорость высокая разговаривал вчера с олегом поставить рулевое но сегодня посмотрят они поставят рулевое как у макс на макса у ази просто длинной сошкой обычная обычный рулевой редуктор у меня говорил уже от мерседеса есть от 116 кстати кузова такой как у владимира семёновича высоцкого был когда-то такой мы разобрали на запчасти давно-давно где-то витя ушел в отрыв так ну в общем смотрите нас поддерживайте пишите комментарии обязательно вчера мне понравилось как саня лимузинчик выложил пост youtube думает что наши видео продвигать не нужно разговаривал я с партнерами своими которые между мной ютубом находятся есть партнерские программы вот кто начинающий ютубер они как бы с ними есть смысл работать но не только начинающим они до процент берут какой-то денег ну какая то есть поддержка разговаривал говорит там такие у них алгоритмы в ютубе что очень важные комментарии и лайки и просмотры в первые там часы публикации в общем это я как бы все уже за много лет работать знаю но есть там нюансы и вот то что саня написал поддержите нас лайками комментариями то же самое я прошу и вас честно говоря контент последнее время неплохой но есть где-то слабее чуть-чуть где-то где-то просто бомбезный но сейчас протру не всегда его youtube предлагает вообще канал провалился весь просто то что смотрели только только благодаря большому количеству видео и вашей поддержки те кто смотрит те кто смотрит скорая полетела еще как-то как-то немножко смотрят в общем каламбур в общем всем пока до встречи подписывайтесь летим до встречи